мы сегодня рассматривали переход для себе бытия в количество и рассматривать такое интересное отталкивание и притяжение. Вот диалектика отталкивания и притяжения очень интересно сформулирована у Гигеля, который говорит о том, что отталкивание есть отталкивание посредством притяжения, точно также, притяжение есть притяжение посредством отталкивания. Подчеркиваю единство этих моментов. Я бы хотел привести некоторые примеры, иллюстрирующие это единство, и начну с примеры, которые не мне принадлежат, а использованы Марксом в капитале. Вот он рассматривал образование новых капиталов как процесс отталкивания и в то же время говорил о том, что весь образование более крупных капиталов это притяжение. И понятно, что если было отдельных капиталов, то, что выступает как одно в этом разделе Гегеля, то нечем было притягиваться. Но и в то же время, так сказать, поскольку эти отдельные есть, то процесс отталкивания тоже наблюдается. И вот казалось бы, что процесс с заденным числом или с учетом статического опыта, что процесс притяжения только должен считывать. Но Маркс подчеркивает, что, например, процесс отталкивания как происходит? Например, деление наследства, деление капитала, расщепление. Тоже это жизненный процесс, и мы это и сейчас тоже прекрасно наблюдаем. То есть, когда из крупного делают несколько мелких. То есть, поэтому такое движение, притяжение, посредственное отталкиванием продолжается и сегодня. Поэтому ни в одной, собственно, области нет такой исключительной монополии, когда бы все притянулись и нечего бы отталкивать. Это вот один из примеров. Хотя, безусловно, в отличие от того, о чем писал Гегель, он же абстрактно рассматривал, линия на притяжение доминирует. Это и есть процесс монополизации. Это же сам Маркс отмечал тоже в капитале. И мы сегодня это можем подтвердить, что линия на протяжении доминирует, если брать современную экономику, процесс монополизации происходит, но в то же время никуда не девается то, что монополия порождает конкуренцию, а конкуренция порождает монополию. То есть, вторая составляющая отталкивания наблюдается и сегодня тоже. Хотя, может быть, менее активно. Вот от этого известного примера я хотел перейти, например, к другому примеру отталкивания и притяжения. Пример, связанный с ростом или убыванием численности партийных рядов. Вот партия рабочего класса. Значит, там всегда идет прием партии. Это что? Притяжение. То есть, человек находит домышленников и чувствует, что должен быть в ряду. С другой стороны, процесс отталкивания всегда тоже присутствует. Кто-то выбывает постоянное здоровье, кто-то разошелся с партией. И вот можете представить, что только был процесс притяжения, да? Вот представь себе, что все притянулись в партию, и что это была бы партия. Осталась бы партия, если бы считала только процесс притяжения. Если бы не было такого, что партию не принимают того, кто туда стремится по карьерным соображениям или того, кто стремится в честное, но еще не готов, не подготовился, не проявил себя. И что? Всех надо принимать партию. Вот давайте откроем и будем всех только притягивать. Вот если бы произошло такое притяжение, то партия перестала быть партией, потому что партия это всегда часть класса. И вот эту меру надо всегда соблюдать. Она должна быть достаточно широкой, чтобы это была часть класса, но все-таки достаточно узкой, чтобы оставаться частью, не просто частью, а авангардной, передовой частью, класса, который правильно формулирует, который может вести за собой весь класс, значит уничтожение класса, если мы говорим о партии рабочего класса. Поэтому по-другому себе партию представить нельзя, не надо являться, что вот у нас есть прием, есть выбыти, скажем, рабочая партия России, а как вы по-другому себе это мыслите? Вы что, хотите, чтобы только принимали, ну тогда мы убили бы рабочую партию, а если бы только выбывали, ну тогда бы тоже убили бы партию. Поэтому партия развивается и действует именно как находящаяся в процессе притяжения посредством отталкивания. И вот известная ленинская мысль о том, что прежде чем объединиться, надо размежеваться. Тоже подчеркивает мысль единственная отталкиваемая притяжение партии должна притягивать и на мышленников, и отталкивать для себя тех, кто идет туда, или по карьерным соображениям, или по ошибке, или специально, чтобы действовать с разложением внутри. Вот как это было. Потом выяснилось, сколько было всяких антикоммунистов. Так их надо было оттолкнуть, а их вместо отталкивания продвигали на самые высокие посты. Но все это смерть партии рабочего класса. Партия рабочего класса, которая сегодня вступает в качестве рабочей партии России, общественного мнения, таких ошибок повторять не будет. В частности, потому, что мы изучаем Гегеля и понимаем, что процесс вытяжения всегда посредствуется процессом отталкивания. И за этим надо следить, и это в своей деятельности обеспечивать. Единство этих двух процессов. Вот тогда партия будет развиваться. Спасибо за внимание. Продолжение следует...